Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря очень важные релизы, которые мы ждали практически всю неделю. Мы прекрасно понимаем, что эти отчеты точно повлияют на динамику финансовых инструментов. В частности, в 13.15 по GMT будет оглашено решение Европейского Центрального Банка по ключевым процентным ставкам. Ключевая ставка Европейского Центрального Банка сейчас находится на отметке 4,5%, и я практически уверен, что она будет оставаться на текущем уровне в течение еще длительного периода времени. Но важно понять, каких прогнозов сейчас придерживается Европейский Центральный Банк, что ЕЦБ ожидает относительно экономического роста инфляции, и как будет корректироваться национальная монетарная политика в последующие периоды. Сегодня мы как раз в этом разберемся, потому что после решения по ставкам традиционно состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард. Также в 13.30 по GMT целый блок статистики США – это первичные заявки на пособие по безработице, заказы на товары длительного пользования и годовые данные по ВВП. Поэтому доллару сегодня точно не придется скучать, волатильность будет выше средних значений, и движения доллара могут оказать соответствующее влияние на прочие финансовые инструменты. В 13.45, как уже отметил, ждем пресс-конференцию главы ЕЦБ Кристин Лагард, и под закрытие торговой сессии, буквально в переходе с четверга на пятницу, еще один релиз, на который, по идее, нужно было бы обратить внимание, если у вас будет физическая возможность. В 23.30 по GMT отчета по инфляции в Токио – это японский показатель, да, может быть, не такой объективный, как общенациональный показатель по инфляции. Но раз уж мы отстраиваем позицию ожидания роста пары доллар-иена на основании того, что японский регулятор точно не пойдет в ближайшее время на ужесточение национальной монетарной политики, нужно получить как можно больше свидетельств и доказательств того, что инфляция неуклонно продолжает снижаться. И можем начать сегодня как раз с столичного региона. Это тоже важный показатель. На его основе можно порассуждать о том, что происходит с инфляцией в целом. И важный нюанс заключается в том, что это как бы предварительная оценка, но уже январьских значений по инфляции. Поэтому, если мы увидим очередное снижение показателя, то допускаю, что после выхода этого релиза японская иена как бы не хотела сейчас оказать сопротивление доллару, но и придет снова отступать и уступить дорогу доллару. Давайте по порядку. Индекс доллара 103.10. По сути, уже вторую неделю подряд. Я констатирую одни и те же значения. Но ничего не меняется, ничего не происходит. Хотя сегодня ситуация потенциально может измениться, потому что сегодня точно есть такой содержательный экономический календарь. Есть коды и триггеры для движений. Воспользуются ли покупатели доллара этой возможностью? Покажет время. Шансы на это высокие. Вчера индексы PMI производственного сектора и активности в сфере услуг. Статистика оказалась гораздо лучше, чем ожидали эксперты. По сути, промышленный сектор выбрался из зоны стагнации, когда он находился на отметке 47.9 до 50.3. Сфера услуг традиционно радует 52.9 пункта с 51.4. Композитный индекс, разумеется, тоже вырос. И это стало еще не доказательством того, что американская экономика точно избежит жесткой посадки и в целом может начать 2024 год с очень хороших показателей по экономическому росту. Что касается инструментов AdWords Tool, то вероятность снижения ставки в марте все еще остается чуть выше 40%. И ранее уже пришли к выводу, что с такой вероятностью даже не стоит работать. И если ФРС не соберется в первом квартале на смягчение экономической политики, то тогда идею каких-то средних и долгосрочных продаж доллара лучше отложить. Этот сценарий сейчас все еще актуален. Сегодня, как я уже отметил, выйдут данные по первичным заявкам, годовым данным по ВВП и заказам товара длительного пользования. Не поленитесь, друзья, посмотрите в экономическом календаре. Я сейчас не буду вам забивать голову цифрами, но вы увидите, что во всех трех показателях мы ожидаем хорошие цифры, поскольку были для этого созданы условия в прошлом месяце. И потенциально сегодня под закрытие торговой сессии доллар может продемонстрировать какое-то подобие роста. И я также уверен, что вероятность снижения ставки в марте может стать еще ниже. Золото – это 1015 долларов за тройскую омсу. Сантимент не достиг пока тех уровней экстремумов, на которые мы обычно ориентируемся. Это 30,70 и, соответственно, еще больший перевес. Сейчас это 60,40, но большинство находится в покупках, поэтому есть вероятность движения вниз. Но я не рекомендую сейчас открывать короткие позиции. Давайте посмотрим, как золото отреагирует на данные по ВВП, заказы на товар длительного пользования и первичные заявки на пособие по безработице. Завтра уже вернемся после такого насыщенного экономического календаря к оценке перспективы золота. Если процент покупающих трейдеров станет еще выше, то завтра будем уже шортить в расчете на дальнейшее снижение золота, ниже 2000 и потенциально еще даже к уровню 1950. Видел я прогноз от Сити 1850 на конец первого квартала. Но пока не будем цепляться за эти значения. Нужно разобраться во фактической реакции золота на макроэкономические данные. Фонд 1,2710. Как и ожидали, рост продолжается. Максимум был почти 1,28. В ходе вчерашней торговой сессии статистика не разочаровала. Индекс активности в производственном секторе, сфера услуг и композитный индекс превзошли ожидания экспертов. Это значит, что британская экономика миновала рецессию. Экономического спада, который потенциально мог бы быть, его уже не будет. Поэтому Банку Англии можно сосредоточиться на перспективах борьбы с инфляцией. Учитывая то, что индекс потребительских цен, базовое ее значение, остается в Англии на одном из самых высоких уровней. 5,1%. И жесткая монетарная политика, разумеется, будет поддерживать интересы к фунту и дальше. Цели 1,28 и движение прямо к долгосрочным ориентирам на отметке 1,30. Доллар иена 147,70. После выхода данных по инфляции в Токио я сегодня ожидаю ослабления иены. И, скорее всего, завтра будем уже говорить об уровнях выше отметки 148. Но вчера японская иена оказала сопротивление доллару благодаря сильным отчетам по активности производственного сектора и сферу услуг. И сильного показателя по динамике экспорта, который вырос практически на 10%. Но, к сожалению, при всем уважении к этим данным, статистика по инфляции и будущие действия Банка Японии, которые уже были нам анонсированы как сохранение того, что сейчас есть неизменным, то есть стимулирующей экономической политики, с этим фоном будет очень трудно совладать. Поэтому у иены в текущих условиях практически нет шансов дальше прессинговать и оказывать какое-то давление на американского конкурента. S&P 500, 4900 пунктов. Сегодня данные, в случае, если они выйдут хорошими, я еще раз повторяю, что, скорее всего, так и будет, S&P может сохранить восходящую динамику и нацелиться на уровень 4950 пунктов. Доллар канадец тоже в соответствии с нашими ожиданиями. Прорвались мы выше уровня 1,35, сейчас котировки 1,3520. Ставка Банка Канады осталась на прежнем уровне 5%. Глава Банка Канады Тиф Маклим в принципе придерживался точно такой же риторики, как придерживаются сейчас все главы мировых центральных банков. То, что удалось достичь значительного прогресса в снижении инфляции, но риски еще сохраняются. Поэтому не совсем своевременно и уместно сейчас обсуждать смягчение экономической политики. Но Маклим ясно дал понять, что ужесточение политики, возможность повышения ставки также уже не обсуждается. И если инфляция сохранит вот этот нисходящий тренд, который уже наблюдается более чем полгода, то, соответственно, Банк Канады примет решение о смягчении экономической политики. Это можно воспринимать как мягкую риторику, что, собственно, и оказало давление на канадского конкурента. И что касается рынка нефти, 80.20 долларов за баррель. Я придерживаюсь прежней позиции, что мы можем увидеть еще обновление локальных минимумов. Напомню, что ранее были новости о возобновлении работы места рождения Шарара в Ливии. Это то, что будет обеспечивать мировой рынок поставками еще на 300 тысяч баррелей в сутки. Соответственно, в целом на геополитике мы более не растем, потому что все это уже заложено в цену. И нужно соседотачиваться на таких местечковых факторах, которые, на мой взгляд, по большей части сейчас указывают на наличие потенциала для снижения цен на нефть. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Спасибо.